Друзья, всем привет! С вами фэшн-директор дизайна, я Щековская Екатерина. Сегодня мы поговорим про такую злободневную тему, а сколько же стоит дизайн эскизов и как вообще посчитать эту стоимость, откуда ее взять. Я выделяю два типа, как можно определить стоимость работы по рынку и своей в конечном счете. Первый вариант. На основе цен конкурентов заходите на сайты, где предлагается дизайн одежды, дизайн принтов, дизайн аксессуаров, ну в зависимости от того, что вы хотите, и смотрите, сколько это стоит. Выписываете себе списочком и, соответственно, смотрите, как это будет. Вариант 2. На основе стоимости одного часа работы и, соответственно, из этого высчитываете. Для российского человека достаточно сложно, там, а сколько стоит мой час работы, я не знаю. А вот для иностранцев с этим проблем нету. Они четко знают и понимают, сколько у них стоит один час работы, и для них это нормально. Давайте мы с вами посмотрим. Цены конкурентов. Я перед тем, как писать это видео, залезла, посмотрела сайты по фрилансу. Сейчас немножечко все поменялось и стало достаточно сложно найти. То есть нужно искать именно задания, в которых указаны цены на разработку. Или поспрашивать в социальных сетях, посмотреть, кто сколько берет. Нужно просто поискать. Я в гугле, кстати, нашла. Вот прилагаю среднюю стоимость на разработку, которую я нашла на сайте профи. Вот смотрите, иллюстраторы от 1000 рублей, графический дизайн от 900 рублей. Ну, такой разброс там от 1000 до 7000 за услугу. То есть выбрать может вообще практически все, что угодно. Да, при том дизайн одежды здесь отдельно нет. Вот на сайте нашла в гривнах цены. Соответственно, это украинский сайт. Но на рубли пересчитываем где-то на 3 надо умножить. Там 2.79 курс был. Ну, на 3 давайте умножим, будет понятно. То есть разработка коллекции, одежда, технический рисунок, описание. Ну, я так думаю, что это за эскиз 500, ну, где-то около 1500 получается. Вот другой иллюстрации эскизы 2 на 3 около 600 рублей и тоже полторы. Привела просто для примера и как бы совершенно к этим людям не имею никакого отношения. Просто вот с пониманием, да. Цены на изготовление эскизов. Вот это другой сайт. Нарисовать эскиз костюма, эскиз карнавального костюма, эскиз сценического пространства. Вот посмотрите для ориентира цены. Просто с сайтов это для ознакомления взято, никакие не оферты. Это вот просто вот, чтобы понимание было, да. Соответственно, вот из этих цен вы выбираете то, куда вам душа лежит. Цена часа. Смотрим сайты с вакансиями, сколько получает дизайнер одежды. Соответственно, смотрим в том регионе, в котором вы находитесь. Высчитываем среднерыночную цену. Давайте посмотрим. Вот, например, средняя стоимость. То есть я зашла на сайт HeadHunter, спросила, сколько у меня получает дизайнер одежды. Получила вот такую среднюю цифру, ну самое большое количество. Умейте в виду, что тут идет объем. Не все работодатели указывают, какая будет конечная зарплата. Типа зарплату говорим на собеседование. Поэтому, конечно, такая средняя цена пропальницы. Ну хоть как-то что-то, она обозначает, сколько это может стоить. Стандартная рабочая неделя у нас по 8, 5 дней по 8 часов. Соответственно, это 40 часов в неделю. Если мы с вами берем среднюю зарплату 62 тысячи. Ну я вот среднеарифметическую тут посчитала, условно так. Средняя стоимость часа у нас получается 70. Так, а я здесь 70 поделила. 62 тысячи делим на 40, получаем 1550. Можете проверить на калькуляторе, если я вдруг ошиблась. Давайте посмотрим. Сейчас еще раз проверю. Потому что вчера сначала решила 70 посчитать, потом решила 62 посчитать. 62 разделить на 40, ну для точности. 1550, 62. Соответственно, вот это средняя цена работы дизайнера за час. Далее, схема гениальная. Мы стоимость часа умножаем на время, потраченное на отрисовку. Получается ваша стоимость эскиза. При этом, что нам нужно помнить. Уровень цены в любом варианте. Будете вы ориентироваться просто на рыночный уровень цен. Будете вы ориентироваться на уровень цены вашего часа. Зависит от профессионализма. Насколько вы профессиональны. Какое у вас обучение. Какой у вас опыт работы. А иногда еще и от наглости соискателя. Потому что я сталкивалась, когда вот молодые совершенно специалисты, еще вот только вылупившиеся, давайте скажем так, из яйца и не оперившиеся, не получившиеся достаточное количество опыта, завышают искусственно цену. Качество услуги, оказанное этими специалистами, будет ниже в силу отсутствия опыта. Но это вот я специально сюда подписала наглость, потому что это еще и внутренние ощущения, насколько вы готовы. По моему опыту я обычно не завышаю цены, но я их планомерно подращиваю. То есть, ну, если условно мы скажем, я начинаю с эскиз за 1000 рублей, при том эскиз футболки, просто футболки, без принта, без ничего, у меня обычно рублей 700 получается. Ну, оно быстро делается, да, и как бы, ну, смысл за это переплачивать много денег. А, соответственно, если это будет какое-то там нарядное властье с кружевом, комплект нижнего белья, я на это потрачу больше времени на отрисовку, и это будет стоить дороже в силу того, что я потрачу на это больше времени. Я считаю почасовой оплатой обычно. Вот. Почасовой оплате для заказчиков иногда это кажется, ну, сложно. Вот, например, на бирже Upwork американской у них есть отслеживание времени работы. То есть вы обозначаете, сколько стоит ваш час, и там прям, когда вы начинаете работать, обозначаете, по-моему, он парсит ваш монитор, то есть что вы это время делаете, и вся длительность работы записывается. То есть и заказчик может отследить, что действительно вот вы 3 часа рисовали этот эскиз. В принципе, здесь тоже можно так делать, там записывать, показывать, что вот данная работа заняла столько-то, поэтому это будет делать столько. Ну, это вот уже вы можете обговорить, либо просто для себя вы считаете и это обозначать. Соответственно, цена может постепенно индексироваться, может не постепенно, но это отпугнет ваших заказчиков, а если вы так на 10% будете подращивать, то она у вас будет постепенно расти, соответственно, вы ее будете получать. Вот таким образом я рекомендую формировать цены, это не универсальная формула, ну, хотя бы хоть как-то привязана к реалиям, потому что сейчас это все как-то засекречено, кто сколько получает, что куда, непонятно. Ну, покопать, посмотреть, почему я говорю в своем регионе, я посмотрела по Москве, по России, да, если вы вдруг живете там на Украине, во Франции, в США и так далее, или где-то там, ну, на Владивостоке, потому что я смотрела Москву, цены могут отличаться, поэтому ваш регион конкретно откройте и посмотрите, что у вас в регионе происходит. Другое дело, что если вы работаете на сайте YouTube, каком-нибудь, да, или Upwork, у вас это международная арена, и вы просто как бы, ну, со всеми конкурируете, смотрите, как это, в зависимости от того, где, как, зачем. Для себя определяйте, и здесь тоже еще такой момент, при определении цены будут люди недовольны, а почему так дорого? Вот с ними нужно уметь прощаться, о чем мы говорили с вами в предыдущем видео, о том, как писать технические задания, и вообще, как общаться с заказчиком. Вот, извините, вам нужно поискать другого специалиста, у меня такой уровень цен. Такие люди будут, и к ним надо просто привыкнуть, привыкнуть с ними работать, это нормально. То есть для кого-то вы будете слишком дорогим, для кого-то вы будете нормальным, это ваши клиенты, а для кого-то вы будете слишком дешевым, потому что, ну, такая услуга, мне нужна люкс. И вот вам нужно вот это позиционирование понять, что вы будете обрубать какие-то части и, соответственно, брать денежку именно того уровня, которое вам подходит. Напишите мне, пожалуйста, как вы работаете с ценами, помогло ли вам это видео и стало ли вам чуть более понятно, как это можно посчитать. А если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на уведомление колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok